добрый день участники мужского клуба у нас званый гость сегодня сергей шубенков лучший спринтер барьерист десятилетия по версии журнала track and fields правильно сергей track and field news магазин он называется вот так вот заслуженный мастер спорта россии чемпион европы и мира сибирский экспресс как иногда еще говорят в мире и наша встреча происходит наверное в самый драматичный момент в жизни сергея российской легкой атлетики потому что мы не заплатили к сожалению штрафы за свои допинговые подвиги но это не касается сергея это касается федерация в результате страдает и сергей и болельщики и все барнаульцы потому что вот это неуплата 5 миллионов она обернулась необходимостью уплаты 10 миллионов во первых долларов а во вторых во вторых то что наши спортсмены наши ребята не могут получить нейтральный статус насколько я понимаю и сергей сейчас наверно нам уточнит эту ситуацию все-таки что сейчас происходит и что дальше за допинг подвиги и в общем в общем и целом там уже расплатились так или иначе но возникла новая история и собственно 5 миллионов штрафа нужно уплатить именно за нее это за подделанную справку в деле лысянка при том что это как бы дело еще не закончена и в общем то нельзя сейчас еще не говорить и говорить ни про кого кто какие справки куда подделывала бы насколько они были правильно или неправильно но тем не менее новое руководство на старое руководство раз на таком перед таким обвинением предстала она была вынуждена уйти в отставку новое руководство эти новое обвинение все приняло собственно отсюда и взялся штраф от того что если не заплатили 5 надо будет заплатить 10 ну если честно я не уверен так ли это работает потому что то есть это был опять условно и условно значит ты предупреждил условно при каком условии не условив они какие то условно да то есть при каком условии но вроде как если за какие-то новые нарушения если они будут то есть еще не факт что будет 10 если будет опять же это решит только тот же совет который этот штраф изначально наложил завтра две речь кстати про доллары до 5 миллионов долларов и И 10 миллионов тоже долларов, и там еще расходы по ведению расследования, там тоже миллион с небольшим. Вот вы даже написали письмо Путину вместе с Машей и Анжеликой. Скажите, что для вас это письмо? Это крик отчаяния был? Или просто ваша принципиальная постоянная позиция, которую вы все время демонстрируете и идти надо до конца? Ну, это как-то и то и другое, но все ближе подходил дедлайн, мы понимали, что как-то с нами вообще никто ничего не рассказывает, как там дела, где деньги, будут ли они выплачены, и мы просто ничего не знали. Ну и начали писать, конечно, в разные инстанции, разным руководителям, собственно, начиная с того же Юрченко, с президента ВФЛА и до Владимира Владимировича. Собственно, ответ мы, если получали, то на самом деле он был примерно одинаковый со всех уровней, то есть мы посредством этих всех обращений поняли, что в принципе проблема нашему руководству, в том числе самому высокому руководству, она известна, и то, что как бы деньги не заплачены, это сознательное решение. А как вы думаете, почему все-таки они не заплачены, это обида такая русская, традиционная, это просто попытка вести переговоры в жестком ключе, какие здесь основные камни преткновения, почему мы не платим очевидные штрафы, или это вот несправедливость по отношению к России? Ну, о том, что это несправедливость по отношению к России, это как бы, да, это естественно, но здесь момент какой важный. То есть мы сходим, почему я вот, вот я, например, говорю, там надо платить, мы регулярно, и Мария, и Анжелика, мы вместе с ним говорим, надо платить, надо платить. Там у нас есть оппоненты, которые говорят, не надо платить, у нас там, вот, да зачем мы это, да на нас там ездят, да на нас наживаются, у нас World Athletics, как мы для них там дойная корова были, этот Балахничок сказал. Ну, хорошо там, наживаются, хорошо там, корова дойная, но согласились же, в марте был вариант. Да, признавать, не признавать, ну, признали, не согласились. Потом там, например, хорошо началась пандемия, соревнования отменили, Олимпийские игры перенесли, без Олимпийских игр найти спонсора на 10 миллионов долларов, конечно, очень сложно. Ну, хорошо, вот мы понимаем, что спонсора нет, ну, хорошо, давайте тогда с несправедливостью бороться, потому что, если это несправедливо, что тогда мы делаем? Значит, надо обращаться в суд, значит, надо идти на переговоры на какие-то, значит, надо как-то пытаться там позицию пошатнуть, причем на переговоры, это не так, что там мы 4 письма написали, а это собрали вещи и полетели в Монако, то есть, любая там борьба, это все равно означает, что надо что-то делать. Это борьба, конечно. Это борьба, да, нельзя бороться и просто вот сидеть и не бороться. вернемся вернемся к сибирскому экспрессу поговорим о вас лично а вот если так случится как вы себе видите ваше будущее да я на самом деле не очень понимаю как я вообще что я смогу сделать вот потому что сейчас вот эти вот многочисленные контакты письма там же помимо писем еще и были звонки тоже разного руководителя то есть вообще как что делать я просто когда-то начинаю заниматься я чувствую что я занимаюсь вот чем-то не тем потому что на самом деле мне надо тренироваться я в первую очередь я занят этим в общем-то и сезон потерять она вообще обидно потому что и формата хорошая набрал сейчас тут это вид бегаю и бегаю нормально и все у меня как бы хорошо да плюс-минус что я там сильный быстрый ловкий умел и мне общественно соревнования я как там как всех порву но вот пока без соревнований сергей вот спортсменов много чемпиона не на что отличает чемпиона шубинкова как считает ваши самые сильные качества ну на самом деле когда приезжаешь соревноваться примерно там на чемпионат европы чемпионат мира там-то в общем-то парни туда все приезжают железо да далеко не простые спортсмены далеко они там нет они они все талантливые они всем очень хочет сказать там там талант трудолюбие это самое усердие вот туда приезжают все как один талантливые все как один очень много работают все чего-то знают у всех какие-то там ну там целеустремленностью этот все все понимают далее вторую часть которая хотел вам туда ставить да и поэтому кто из них станет чемпиона но большой вопрос ну я считаю что тут мораль только одна тяжело учение легко на работе кто тренировался больше кто тренировался лучше кто лучше сохранял здоровье все это время вот и соответственно в праг в правильный момент правильно готов кто-то станет чемпионом плюс еще есть небольшой такой элемент чисто удачи как у нас вот чемпионате на чемпионате мира был вот споткнулся опять в очередной раз маклауд повалила его не направо а налево и вот он испанца за маленько до заплел ему ноги и я вот второе место заняла так как бы мог вообще никуда и не добежать поэтому такой элемент везения он у нас тоже есть он кстати говоря что без него спорт вообще не спорт вот и такой да вот вот как бы два момента тренировать подготовка и немножко и немножко везения и вот что помогает преодолеть какие-то неудачи которые вы переживаете но в общем и целом помогает что во первых помогает банальная работа над ошибками то есть сеть там сесть обдумать понять что было неправильно попытаться исправить но в общем-то это восемнадцатом году у нас получилось то есть я тогда там грубо говоря мы немножко решили перебдеть потому что там уже так скажем я я я я тогда сделал 14 стартов ну то есть 14 соревнованиях принял участие в год и и уже организме по я понял что мы начали подходить на грани где-то к пределу да и маленько начал немножко сбоить и то есть был чемпионат европы мы там решили ну там уберечься там лишний раз вот там надо было пробежаться мы не стали там какие-то лишние там тренировки нагрузки делать и это сыграло вот там плохую плохую вещь то есть на этом не хватило пару там с тысячными разошлись но дело не в тысячах вот но что он грубо говоря там побереглись ну значит дальше надо уже тогда не беречься значит надо ошибки исправить в общем-то мы там поняли что надо было доделать и бриллиантовую это лигу я потом итоге выиграл и с очень хорошим результатом сильно крайне лучший до сильно этот результат был лучше чем тот что на европе и понятно что вот как бы ну да тут то есть все переживания не сразу отпали то есть понятно где и что мы неправильно сделали мы это исправили вот соответственно это потом обре был девятнадцатый год когда например все неудачи случились не по моей вине вот это конечно да тут я на самом деле не знаю что делать когда вроде как и ты не виноват и вот случилась такая фигня что на меня упали и отдачи до да и как бы как с этим справа но это все равно нервно но тоже надо на самом деле как-то нервы в сторону оставить опять же методично полномерно работать 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 как-то не важны какие-то переживания стараться не знаю как-то дистанцироваться откидывать на самом деле главная работа главное это результаты для моего тренера главные результаты я уже с ним давно работаю я например понимаю что все тело в тренировках вот это вот короче знаете вот эти вот все там бывают какие-то там фильмы истории вдохновляющие о том что там вот поверь в себя там до зима это все фигня надо надо работать надо готовиться на самом деле чем больше времени в подготовке к какому-то важным событию проведешь да тем лучше она пройдет туда не знаю там готовишь ли ну там очень совпадает я не знаю да там какие какие у нас сферы деятельности у наших зрителей там до преобладали не знали любые разные виды бизнеса сам ну вот да вот чем лучше ты там готовишь какой-нибудь там не знаю там встречу договор там какой-нибудь начинание чем лучше запланировал чем больше мелочей проработал заранее тем потом он лучше и случится в процессе реализации вот поэтому только так вот человеку за 40 он вдруг понимает что здоровый образ жизни это очень важно и начинает бегать что и можно порекомендовать вот я понимаю что этот энтузиазм он с одной стороны прекрасен но так можно и до инфаркта очень быстро добежать очевидно потому что тот же надо тренироваться вот советы от чемпиона мира для начинающих кому за 40 короче вот у меня главный совет он же 1 он же но единственный наверное не единственный но сам игра надо получать удовольствие не надо себя рвать пожалуйста хочется вот для здоровья что-нибудь выйти побегать обязательно это надо делать но ни в коем случае не нужно усердствовать куда-то там себя рвать знаки ты рекорды бить там вышел утром на пробежку там 20-30 минут на первых порах этого уже достаточно на самом деле главное что-то делать главное делать это регулярно как бы вот и все объект травматичный ну если правильно берут то наверное вообще на мой если меня никто не падает то нет вот так в принципе на тренировках ну вот по сути говоря тогда вот вот в рабате в прошлом году она и была у меня самая серьезная травма за всю мою карьеру вот плюс какие-то мелкие такие травмы на тренировках они конечно бывают но мои болячки они 8 в общем-то носит такой хронический характер то есть это не от того что где-то что-то упал потянул это просто от жизни грубо говоря я болею ну вообще нет надо просто правильно бегать там грубо говоря ногу сверху ставить немножко игры будут побаливать опять же только первое время но к этому привыкаешь привыкаешь быстро но опять же главное главное что все в удовольствие было и причем не обязательно же выбрать бег ну вот у нас там можно и там футбол где-нибудь по дворе с братюнями гонять можно велосипеды крутить кстати говорят это отличная альтернатива бегу если например габариты телесные не позволяют и суставы в ногах жалко в общем-то стопы они будут принимать голеностоп вот сустав он будет на себя всю нагрузку принимать во время бега в общем-то почти все еще колени в общем основном на стопу конечно то разумная альтернатива это крутить велосипеды вообще робная нагрузка прекрасная все главное если вы уже сами поняли своей головой дошли до того что здоровый образ жизни он нужен необходим и вообще с ним как-то проще то главное себя не рвать тогда вперед да ну что ж на этой прекрасной ноте мы пожелаем нашему гостю найти выход из этой очень трудной ситуации и хочу сказать что в бизнесе очень часто бывает похожие истории когда вот вроде бы тупик и некуда двигаться но все равно что-то бы находится я думаю что что-то да найдется потому что такой человек как сергей он отступать не привык он всегда наступает он всегда действует чтобы все сложилось и удалось что-то найдется при условии если это искать абсолютно согласен спасибо